Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и видео вопрос-ответ. В прошлый раз каким-то чудным образом у меня первые два вопроса просто отрезались. Почему-то, я не знаю, не проверила, потому что очень спешила. Но сейчас я отвечу на те вопросы, которые не ответились и которые ждали в том видео вопрос-ответ. И на самом деле я там показывала видеоархив свой, его тоже не было. Ну, в общем, короче, давайте приступим. Первый видео вопрос-ответ задала Анна. А, кстати, да, чем я крутилась и что за помада у меня, я в конце видео скажу. Значит, Анна первая задает вопрос, как к животным относишься? Вот я съездила в Белоруссию, там собачка есть маленькая. И до этого я любила животных даже у кого-то в доме. Но сейчас я вообще их не люблю, похоже. Пока маленькие, потому что они мешают, реально мешают животные жить. Ну, лично мне сейчас. Вот, поэтому я сейчас отношусь к ним негативно. Рядом не хочу их видеть. Кристина задала вопрос, изменилась ли ваша жизнь после того, как вы стали знаменитой? Вот, Кристина задавала вопрос и уже много раз я пытаюсь ответить на этот вопрос. Надеюсь, что получится. Будь здоров, мой котёнок. Я не считаю себя знаменитой и я не стала знаменитой. Это просто вопрос относительности. Изменилась ли моя жизнь? Ну, она изменилась, потому что, ну, после определённого количества подписчиков, где-то после 25 тысяч подписчиков, стало очень много интересных предложений. Естественно, людей стало много, вот. Но это не так, что известность. Я выхожу на улицу, никто меня не узнаёт, как бы. Я нормальный такой же обычный человек и чувство знаменитости ещё меня не посетило. Я не чувствую себя известной. А вот в плане того, что много предложений всяких и интересных, да, людей появляется вокруг, ну, мне это круто, приятно, в этом изменилось. Вот. Но это не благодаря знаменитости, наверное, это... Ну, я не знаю даже, как сказать. Лиза Руднева. Почему сына назвали Даниэлом? Ага, ну, это я уже ответила в том прошлом видео вопрос-ответ. Было ли желание бросить снимать? Что подтолкнуло? Снимать. Любимая марка косметики и телефон. И телефоны, наверное, да? Телефон мне нравится, айфон. Любимая марка косметики. Вот сейчас для меня матовые помады и тушь, которая мне очень нравится. Ссылки у меня внизу под каждым видео теперь. Любимые магазины. Вы там увидите. Там вот косметика, косметикс. Ну, и другие, в общем-то, магазины. Вот эта косметика у меня очень, эти помады. Мне кажется, вот ресницы, помады, все делают весь мой образ. Ну, и вот укладочные средства еще там есть тоже. Вот такая я красивая теперь благодаря этим вещам. А так вообще вот любимой до этого не было какой-то косметики. В каждой что-то было свое. Это Катерина задавала вопрос. Значит, было ли желание бросить снимать? Не было никогда желания бросить снимать. Ни разу вообще. Даже мысль не посетила. Что подтолкнуло снимать? У меня друг просто видеоблогер. Он снимал компьютерные игры. И он долго мне говорил, что надо начать снимать. И вот я вот тут подталкивала и в конце концов подтолкнула. Так, перестала кормить грудью, потому что я практически ничего не ем. Молоко пропало уже в три с половиной месяца. Вот, ему не хватало, не хватало, его начала докармливать. И в итоге все, исчезло. Из-за питания. Плохое питание. Ничего не ела, некогда есть. Вот написано у меня про дом 2. Видимо, что должна была про дом 2 рассказать? Вот надо было мне это четко как-то там вопрос поставить. Юлия, ты стройная, рост и вес. А, ты стройная, рост и вес сейчас и до беременности. Я не знаю, честно говоря, сколько я набрала. Я этот момент не отслеживала. Но вообще я весила 53, где-то 52. А сейчас вешу 57-56. Надо похудеть. Кристина, расскажи о зубах. Говорила, что были кривые. Ну, у меня не были прям кривые зубы, да. У меня просто передние были немножечко искривлены. Вот этот передний, да. Чуть-чуть друг на друга вот так заходили. Знаете, часто можно встретить вот так вот. Но это абсолютно не было даже видно на некоторых фотографиях, где улыбаюсь во все зубы. Даже этого особо не видно там под определенным углом. Вот. И у меня люминиры. Вот без обточки, которые ставятся. У меня вот передние люминиры. Сделанные зубки. Внизу я отбеливала и носила инвизилайн. Вот. Нужно их еще отбелить. Скоро пасту приобрету себе хорошую. И покажу вам тоже, как я буду отбеливать свои зубки дома. Так. И Аня задавала мне вопрос. Ты умеешь рисовать или танцевать? Может, вы умеете петь или играть на каком-то инструменте? И вы снимаете ли когда-нибудь в фильме или телепередаче? Итак. Вот это интересный вопрос. Потому что я сейчас много расскажу. Того, что может быть многим интересно. Значит. Первое. Рисовать или танцевать? Это не мой конек. Как бы. Хотя я танцевать люблю. Но рисовать вообще нет. А может, вы умеете петь? Петь я... Ну, вроде бы как... Так. Чуть-чуть умею. Я учусь. Играть на каком-либо инструменте, кроме нервов, никаких инструментов больше я не владею. И снимались ли вы в каком-либо фильме или телепередаче? Да. Я снималась в эпизоде фильма. У меня есть фото с них. Вот. В прошлый раз вопрос-ответ. Я это все показывала. Представляете? Там, блин, на пол-видео все это было. Но эту сцену вырезали. К сожалению. Вот. Это я снималась для фильма «Очень смешное кино наше русское». Я была там такой шведкой, которая бежала по замку и кричала «Карл, верни мои кораллы». Вот. Вот эти кадры остались там. Вот полный рост. Вот так вот оно было все это. Очень много денег затратилось даже на тот день, когда мы снимали. Но почему-то в видео не оказалось потом этого всего. Ну, потому что бывают, вырезают сцены. Это потом уже после съемок. После съемок я распустила волосы. И фотограф, который там фотографировал все, вот он меня фотографировал на заднем... На заднем... В плане этого замка, в общем, на заднем дворе. Вот. И потом он же меня познакомил с девушкой. Он работал с этой девушкой, которая для ручной работы, журнала такой, ручная работа. Она там была редактором или вот, ну, кем-то там пост занимала какой-то. Он меня с ней познакомил, и я потом у них в этом журнале раз в два месяца, точно они меня приглашали, и я снималась для журнала. Смысл в том, что ручная работа, да, делают. Вот шляпа ручной работы. И мы это все снимаем. Вот бусы ручной работы. Я была как модель, и у меня, ну, много фотографий этих. Свадебное платье. А это через нее, через знакомство. Там тоже реклама свадебного платья, видимо. Шляпа ручной работы. Вот классно было бы, да? Сейчас это все DIY. Вот ободок такой. Рыжая была такая. Вот этот парень, он снимался со мной, а потом я его через месяц где-то увидела на стенде какого-то лицом компании какой-то фирмы известной. Одежды молодежной. Вот это вот этот браслетик тут. Это резиночка ручной работы. Много-много, видите? Это сумочка. Это я брюнеточка. Это вот фартуки разрисовывали. Вообще, парни этого не знаю. Вот фартук еще. Вот. Здесь это сумка, да, тоже. Я там на заднем фоне. Что еще? Вот моя рука. С бокалом розовым. А вот стул. Это тоже я. Сижу на стуле. В общем, много-много было всего. Вот это бусы. А это шляпа вязаная. В общем-то, вот так. А вот мое портфолио, кстати. Сейчас покажу. Ну, такие. Кстати, портфолио было, ну, как бы, красивые фотки, но оно было сделано неправильно, потому что... Потому что... Меня сильно накрасили здесь. И не было понятно, как я вообще... В общем, вот такие портфолио были у меня. С ними я вот и ходила по моделям агентства. О. Кайфы. Какое-то лицо у меня полноватое тут немножечко. Такая красотка. Вот. Еще я снималась в передаче. Вот моя любимая фотка. И еще я снималась в передаче. Здесь мне 19 лет. 18-19 лет. Поцелуй на вылет, по-моему, было. Да. Стутая Ларса. Вот. У меня есть даже где-то... Потому что я в помаду, представляете, я такая сижу. На протяжении всего видео она у меня или нет? Интересно. Стутая Ларса. Но у меня где-то есть это видео. Я постараюсь его найти. Может быть, покажу, если не заблокирует у меня видео. И вот, как и обещала, вот теперь в матовом варианте. Потому что забыла, как всегда, блин. И как обещала, да? Значит, что? Помада у меня. Помада. Ты где? Ну, куда я ее делала? Ладно, начнем с кудрей. Кудрей я делала. Вот такая плойка пришла мне от компании Duol. Ссылка у меня есть вот под каждым видео теперь. Вот такая вот плойка толстая. У нее титановые пластины. Вообще она очень крутая. Мне понравилась. Но это... Она у меня уже распалась немножечко. Вообще-таки естественная пудри делала. И брала много. Короче, и за 7 минут накрутилась. Вот. И еще помада. Помада. Сына, демон. Демонная помада. И вот она помада. Это фирма Peak Cosmetics. Cosmetics тоже у меня ссылочка под видео. Это цвет на губах у меня Cherry Twist. Это такие двойные, два в одном. Такие помады. С одной стороны матовая помада. Вот она. А с другой стороны это очень вкусно пахнущий блеск. Вот. Который может изменить весь образ. И вот смотрите, вот я матовая, да? Вы на протяжении всего видео видели, что с блеском. И вот. Раз-раз. На самом деле они очень стойкие. Вот матовая помада следов не оставляет. Быстро засыхает. И стойка. Вот мне кажется, это на целый день. Реально. На целый день. Может даже еще на следующий день. Можно спать, лечь с ними, да? И даже с блеском, вот, ну, стойкие. Я ничего не могу сказать. Такого не было. За счет сушения губ тоже. Мне не сушит губы. Особенно если наносить не на сухие губы, а чуть-чуть просто бальзамом. Обычным гогенической помадой смазать немножко губы и нанести сверху матовую помаду. Она также засыхает. Также стойкая, не оставляет следов никаких. И при этом... Короче, у меня таких пять цветов. И вы в других видео увидите у меня все эти пять цветов. Там очень модные оттенки. И которые я даже не носила еще. Мне интересно будет ваше мнение. Это нравится, не нравится. Потому что я буду в конце говорить везде об этих помадах. Вот. Потому что они крутые. Все, ладно, мои хорошие. А, еще у меня тушь тоже новая. У меня эти копы коробочки. Ладно. Вы это все увидите в обзоре. Все, сынуленька. Мы сняли видео. Наконец-таки. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Задавайте вопросы под этим видео. Или ВКонтакте пишите. Там для видео вопрос-ответ. И я отвечу. Все, пока. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok